В Чите в 19-й раз прошла выставка-ярмарка «Золотая сотка-2014», в которой приняли участие садоводы, пчеловоды и огородники Забайкальского края и Республики Бурятия. Нынче у нас мы объехали 18 кооперативов, у нас было около 30 посещений, у нас нынче 15 человек юных огородников от 4 до 14 лет, с разных кооперативов мы принимали участие, мы здесь их награждали. Награды были очень хорошие, специально для детей. Дети остались очень довольны. Кстати, сотка еще у нас здесь не закончилась, три подошли, дергая меня, так сказать, и говорят, мы в следующий раз тоже будем, нас будет больше. Меня это радует. Я за то, чтобы юные любили землю и чтобы они наш опыт у нас брали. Продукция была представлена на ярмарке самая разнообразная, от саженцев сливы до подсолнухов, а также все желающие смогли купить цветочный и гречишный мед из Красночакойского, Анонского и других районов края. Представлена продукция вся огородная, есть консервированные огородные, компоты есть, заправки есть, вина даже есть, но в процентном соотношении всего 9 градусов. Контроль, Россельхознадзор попросила, да, 9 градусов. Вот, у нас арбузы, у нас тыквы, у нас дыни, у нас даже ягоды, но хочу сказать, что ягод у нас как таковых нынче мало. Вот, мало у нас малины, мало у нас самородины, но у нас, как ни странно, у нас очень много дикоросной ягоды люди привезли. Опыт проведения золотой сотки перенимают и дачники из других регионов Сибири. Единственное, чего не хватает сейчас забайкальским производителям, сайта, на котором можно было бы делиться опытом. Остро стоит вопрос и с рынком сбыта. Сейчас наши дачники всерьез задумались над созданием магазина, где можно беспрепятственно продавать свою продукцию. Нам бы хотелось, чтобы министерство сельского хозяйства рассмотрело наш вопрос и дало возможность такую предоставить, чтобы был магазин. Дачные дары, как хотят. Я вижу там дом дара, а я считаю, что нам должен быть магазин от земли дачников. Во-первых, чистая продукция. Во-вторых, питание, все наше забайкальское. И еще мы вынесли такое решение, что мы сейчас саженцы будем только забайкальские. Также на выставке свои работы представили и народные умельцы. Чтинка Людмила Арзамасцева привезла поделки, которые она делает своими руками. Здесь и белочка, которая грызет орешки, и медведь с бочкой меда. По словам Арзамасцевы, природные материалы она собирает по всей России. Например, на одной из поделок расположили шишки из Кавказа, Подмосковья и Забайкалья. Кто-то в ярмарке принял участие впервые, но не собирается останавливаться на достигнутом. Я продала огурцы, перцы, помидоры, много кое-что продала. Вот тыква у меня выросла очень большая. И мед у нас, очень вкусный мед. Пасека у нас своя. Стоим мы между Елизаветиной и Александровкой. Сами садят там пчеловоды. И вот нынче урожай неплохой. А кто-то на протяжении нескольких лет работает на своем огороде для того, чтобы радовать жителей своей продукции. Я вот принимаю участие в ярмарке потому, что я люблю трудиться. Люблю трудиться для того, чтобы было все натуральное. Все натурально. И доходило до тех людей, которые не могут трудиться. Цены у нас нормальные, цены у нас невысокие. Позволяет каждому человеку приобрести этот товар. Вот поэтому я и тружусь. Для них хорошо, но и, казалось бы, для меня тоже неплохо. Выяснилось, что этот год был не очень урожайным. Засуха и морозы сделали свое дело. Год нынче был 50 на 50. Почему? Потому что 50 на 50. Раньше весной было сильно жарко. Потом 16 градусов в апреле мороза. Замерзли у нас кустарниковые малины и так далее. Вот это сказалось. Кроме того, у нас очень поздно выходили огурцы. Потому что было холодно. Тем не менее, разнообразие представленных овощей говорит о том, что даже несмотря на природные катаклизмы, садоводы и огородники не бросают свою работу и на столы чтенцев попадут чистые, свежие овощи и пахучий забайкальский мед. Александра Леонтьева, Анна Хвостова. Специально для Забанфуру. Продолжение следует...